Сколько было конкурсов всевозможных до этой победы? Масса было конкурсов. Я думаю, что конкурсов 20 всемирных, международных. И вот эти вот все 20 конкурсов были проиграны? Нет. Большинство выиграны. Гран-при первые места. Но были такие, где давали третье или не давали вообще ничего. Естественно, это было печально. Для меня каждое поражение сначала это немножко такой шок. Тем более, когда я знаю, что оно нечестно, что всё подсужено, что всё неверно. Но я не расстраиваюсь. Это мне дает силы. А откуда силы у столь молодого человека после стольких проигрышей вдруг опять куда-то вставать, идти, двигаться, опять соревноваться? Есть цель покорить мир. Есть цель победить на Евровидении. Но если человек задался целью быть известным, вот как я, например, быть известным и петь, как это может быть? Как это может надоесть? Но я не понимаю. Может, потому что я сейчас только начал и это, но, например, Валерий Леонтьев или Алла Пугачёва столько лет на сцене. Я думаю, что они, и они выходят на сцену, тем не менее. Они выходят, они популярны, и они дают автографы. И просто всё зависит от цели. Кажется, человек должен себе поставить цель. В общем-то, не нам дано осуждать и давать характеристику героям, которые находятся перед нами. В общем-то, в жизни бывает очень много случаев, что человек достиг каких-нибудь вершин. Очень тяжело падать оттуда. Но я хочу пожелать удачи Саше, чтобы у него всё сложилось совершенно по-другому, как у Аллы Пугачёва и Леонтьева и так далее, конечно. Но постоянно помнить о том, что всё может оборваться в один момент, и можно упасть. И поэтому даже если будет в жизни какой-то вариант личной жизни, не ответ... Саш, вы, наверное, нам должны что-нибудь спеть, потому что петь любите. Да, я... Вот ещё один раз возможность появилась спеть. Сегодня такой день, я сегодня провожаю маму домой, вот, на поезд. Я хотел бы спеть песню на украинском языке, капельной. Для мамы. Да, для мамы. На украинском языке, она очень известная, называется «Чёрная брифть». Я встану. Чёрная брифть. Чёрная брифть. Погляну. Бачу матерь старенькую, бачу руки твої, моя мама, твою ласку я чую, рідненька, Як на ті чорнопривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мама, твою ласку я чую, рідненька. АПЛОДИСМЕНТЫ И очень хочется пожелать вам, чтобы на вашем пути к славе не было разочарования. Спасибо, что были с нами. Спасибо, до свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ